Внимание! Интернет-мошенники. В последнее время все чаще на слуху случаи мошенничества во всемирной сети. Число пострадавших от виртуальных грабителей растет в геометрической прогрессии. Не обошли высокие технологии страной и Анапу. Какие виды мошенничества с помощью интернета сейчас чаще всего используются преступниками? Как не попасться на удочку и спасти свои сбережения? Только для наших телезрителей. Советы специалиста. На сегодняшний день расставить обстановку тяжелую по раскрытию интернет-мошенничеств. Одни из явных примеров и старых способов. Если вам позвонили на номер телефона, на мобильный, либо на домашний и сообщили, что ваш сын попал в беду, нужно перечислить столько-то, столько-то денег на какие-то абонентские номера. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо позвонить самому сыну, узнать, все ли у него в порядке. Как правило, телефон у всех имеется, своих родственников. Ну и, соответственно, никуда никакие деньги переводить не стоит. Очень часто, кстати, набирают такие большие оборота. Если потерпевший выкладывает на любых торговых площадках, на Авито, на сайте Дром, допустим, продает автомобиль, вы продаете автомобиль, вам звонит мошенник, просит у вас какую-нибудь банковскую карту, чтобы перечислить вам деньги. Мошенник перезвонит потерпевшему, сообщает, что мне для того, чтобы вам поступили деньги на карту, необходим пароль. И потерпевшему сообщает пароль. И если даже у вас на этой карте нет денег, но у вас имеются деньги на других картах, на кредитных, мошенник переводит просто на процессе все ваши денежные средства к себе. Бывает, также поступает СМС-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, либо с вашей карты списана, допустим, такая-то сумма, с уважением Сбербанка России. И люди тут же перезванивают по номеру телефона, с которого пришло СМС-сообщение. На той стороне провода, скажем так, отвечает мошенник. Люди у нас доверчивые, идут тут же к банкомату, перезванивают мошеннику. Мошенник говорит, что нужно сделать. Как правило, люди осуществляют перевод с карты на карту. Также люди часто заказывают АВЖД-билеты на различных сайтах. Половина из этих сайтов, даже не половина, но большая часть этих сайтов, это, скажем так, псевдо-сайты. На самом деле сайтов таких не существует. Создаются они опять-таки на мертвые души. Если вы не доверяете сайтам, не нужно этого делать. Лучше это работать либо с проверенными сайтами, либо поехать в самый аэропорт и заказать там билет. Если люди стали жертвой мошенников, непосредственно нужно обращаться незамедлительно в органы полиции и сообщать о таком-то факте.